Всем здравствуйте! Я военностучий 177-го полка Каспийской флотилии морской пехоты, город Каспийск, гифрейтер Казбеков Гасанбек Халидович. 26 сентября 2022 года был призван по мобилизации военкоматом по городу Хасавир, республики Дагестан. 21 октября попал на территорию Украины без прохождения должной боевой и военной подготовки. Все, чем мы занимались полкой, это оформлением документов и получением формы перед отправкой на фронт. 1 октября прибыл на территорию Украины в Запорожскую область, где находился с октября по январь в 1-м батальоне Каспийской флотилии, а с января по сентябрь месяц в штурмовом отряде «Шторм». В «Шторм» я попал из-за пререканий со старшим начальником, точнее с командиром взвода. Из-за того, что когда пришли списки на «Шторм», он начал оставлять своих людей, а других туда менять списки. Когда я ему за это сказал, он мне сказал, раз ты такой справедливый, сам тоже отправляйся в «Шторм». Вот так я там оказался. С февраля по сентябрь месяц в серьезных боевых столкновениях участия не принимал. 19 сентября 2023 года мы поменяли Запорожскую область на Херсонскую. В районе, дистанцировались в районе населенного пункта Михайловка, где мы находились порядка двух недель. 14 октября 2023 года нас подняли и отправили в район населенного пункта Козячьего Агера, который находился от нас порядка 50 километров, с целью выполнения боевой задачи разведывательно-поисковых действий. Отправились в район так называемых «Островов». По прибытию туда, получив задачу от командира, мы отправились на задачу. В группе вместе со мной находилось 7 человек. По словам нашего командования, «Островы» полностью заняты нашими войсками, что на самом деле оказалось не так. В ходе прохождения этого маршрута мы попали под артиллерийский огонь. И у нас был боевой контракт с противником. Когда я вышел на командира и попросил дать ему добро на отход, он сказал, задача в любом случае должна быть выполнена. Выкручивайтесь там как-нибудь сами. Что хочу еще сказать. Большинство из состава группы были национальные меньшинства нашей страны. В составе был только один русский, так как, как мне это все видится, их больше берегут. На обои в основном в пекло бросают нас. Там есть и казахи, и из Дагестана ребята, и из Чечни. Все национальные меньшинства. Добро на отход он по итогу нам не дал. Я вас попрошу очень не вестись на пропаганду. То, что видите, слушаете по телевизору, то, что читаете в интернете, все совсем тут по-другому. В течение двух-трех дней, двух-трех суток, я в этом очень сильно убедился на своем примере. Все, всем спасибо, всем до свидания, всем добра.